Всем привет, друзья! В этом видеоролике хочу вам дать пару полезных советов при подготовке бензопилы к строительному сезону. Вам желаю приятного просмотра. Если вдруг что-то буду упускать, то обязательно дополняйте в комментариях. А мы начинаем. В руках у меня бензопила Stihl MS-250CBE. Подходит для строительства и заготовки дров, а также для валки мелких деревьев. Аппарат трудится у меня уже более двух лет и вызывает только положительные эмоции. Проблем с этой пилой никогда не было. Подготовка бензопилы занимает буквально 5-10 минут и ее стоит всегда делать после длительного перерыва в работе. В первую очередь, друзья, делаем внешний осмотр. Убедимся, что все хорошо и все элементы у нас на своем месте. Следующий момент. Проверим натяжение цепи. Убедимся, что она не провисает, но при этом при выключенном тормозе цепи мы можем ее провернуть. Для этого выключаем тормоз и попробуем провернуть. Все окей. Если есть необходимость потянуть цепь, то просто это делаем так. Ослабляем гайку крепления звездочки и с помощью регулировочного колесика подтягиваем цепь. Далее его закручиваем и защелкиваем. Инструмент для этого не требуется. И также проверяем натяжение цепи. Она не должна провисать, но мы ее можем спокойно протягивать. Все отлично. Если же вы решили поставить новую цепь, то на каждом звене цепи есть стрелочка направления цепи. Поэтому какой стороной ставить цепь, вы точно не перепутаете. Далее проверим жидкости. Это масло для цепи и топливная смесь. И тут вам совет, друзья. Если вы хотите, чтобы ваш аппарат прослужил как можно дольше, то используйте качественные масла. И лучше их вообще покупать у официального дилера. Что касается топливной смеси. На всех бензопил штиль пропорция одна. Это 1 к 50. То есть на 1 литр бензина идет 20 мл масла. Итак, друзья, переходим к запуску бензопилы. Какая особенность? Запускать пилу надо правильно. То есть устанавливайте ее на жесткую поверхность, и чтобы шина и цепь не касалась земли, травы, мусора и так далее. Какие особенности? Во-первых, не забываем про технику безопасности. Это перчатки, это наушники, бережем слух. Это защитный колпак, чтобы опилки не летели в глаза. Также момент по пиле. Все бензопилы штиль можно сразу запускать и сразу работать. Но есть пару моментов. Первое. Это если вы поставили только новую цепь, надо ее немножко прикатать. То есть буквально запускаем пилу и секунд 30 даем поработать на полном газе. Далее ее выключаем, заново подтягиваем цепь, и можно все запускать и работать. Второй момент. Это касается масла для цепи. Если мы только-только его залили, и бак был пустой, надо дать немножко времени, чтобы масло дошло. А самый простой способ, это направить на белую поверхность, на доску, также погазовать и увидеть, как тоненькая струйка масла начинает вылетать из цепи. Ну, такой термин, скажем. То есть начинает немного вылетать. И все. Можно работать. Также из моментов, если работаете бензопилой Штиль, то всегда работайте в полный газ. То есть не надо там играть с оборотами, помедленней. То есть работаем только в полный газ. Следующий момент. Бензопилой надо работать. Не пилить, как ручной ножовкой, а именно маятниковые движения. То есть мы работаем строго маятниковые движения. Не надо вот так, как есть некоторые, водить, потому что быстро ушатаете цепи, и не дай бог еще живанет, а сразу повернет шину. Поэтому работаем маятниковым движением. Стараемся не работать краем выступом, потому что можно пословить удар. Есть такие, кто там, хотел сказать, дырочку, отверстие начинает выравнивать. Нельзя так делать, потому что может пила ударить. Также еще пару моментов, как определить, насколько тупая цепь. Если при распиловке стружка летит крупная, то все хорошо. Цепь острая, работает как надо. Если же пила выдает вам просто пыль, то значит, либо надо наточить цепь, либо вообще ее менять. Обращайте на это тоже внимание. Также, если хотите, чтобы шина проработала как можно дольше, то при активной работе старайтесь ее переворачивать. Таким образом, вы больше увеличите срок службы этой шины. Кто-то бывает говорит, что надо смазывать звездочку. В данных пилах звездочку смазывать не надо. Когда пила работает, цепь крутится при торможении, капельку масла шестеренка сама засасывает и сама смазывается. Также под крышечкой есть заслонка. Бензопилой можно работать также в холодное время года. Если у нас температура до плюс 10, у нас стоит летний режим. Если температура опускается ниже, то мы заслонку вытаскиваем, переворачиваем. Делается это за 20 секунд. И спокойно работаем в холодное время года. Вот вам, кстати, еще один лайфхак. Если вы сильно заняты, у вас нет времени, вы много работаете, и вам некогда подготовить бензопилу к строительному сезону, то весна и осень в официальном дилере Штиль сделают это за вас. Так что имейте в виду. Напишите в комментариях, друзья, про что я, возможно, сказал не так, где-то, может, оговорился, или вообще, что я забыл. Обязательно пополняйте комментарии своими советами, делитесь полезной информацией, практикой, потому что всем эта инфа будет полезна. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Сергей. Увидимся в следующем видео. Пока!